Наш Ленинский район самый быстро растущий на территории всей Московской области. Строятся новые жилые комплексы, заселяются целые кварталы с счастливыми обладателями квадратных метров. Однако такие темпы урбанизации таят в себе одну проблему. Куда девать личный автотранспорт? Некоторые предприимчивые жильцы нашего района нашли, как им показалось, выход из ситуации. Самовольно закрепили за собой место для автомобиля. Тем более, что сделать это нетрудно. Парковочные барьеры стоят немногим дороже тысячи рублей. Но, установив эту конструкцию, они не разрешили проблему, а создали дополнительную. Любая установка различных сооружений, препятствующих проходу пешеходов в проезд, раз в местах общественного пользования, без согласования с органами местного самоуправления, считается незаконным. Это влечет наложение административного штрафа на физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических 80 до 100 тысяч рублей. Наша съемочная группа отправилась вместе с сотрудниками госадом технадзора туда, где необходимо навести порядок. Проспект Ленинского комсомола, 23, корпус 2. Незаконно захваченная придворовая территория. Приходит обращение жителей, жалобы, что незаконно установлены органичители парковки. Ну, соответственно, провели проверку. Вместе с сантехнадзором изучили ситуацию, выяснили, что они установлены незаконно. Адтехнадзор нам выпустил предписание об устранении нарушения заказательства. Для этого мы и прибыли устранять нарушения в соответствии с подписанием. А удалось выяснить, кто установил эти блокираторы парковочных мест? Вы знаете, искали, пытались найти, вешали удомление с просьбой обратиться, представить документы. Но, к сожалению, никто из владельцев этих ограничений парковки не появился. В итоге то, что так кропотливо устанавливалось, демонтируется сотрудниками комбината благоустройства за какие-то минуты. Опыт у них в этом деле богатый. А ведь таких радикальных мер можно было избежать. Для того, чтобы установить блокираторы парковочного места, необходимо получить разрешение в администрации Ленинского муниципального района на установку данного средства. Либо заключить договор на аренду земельного участка для проведения благоустройства данной территории. Ничего подобного здесь сделано не было. А поэтому установка блокираторов парковочных мест, банальный самозахват территорий, карается по закону. Демонтированные конструкции будут отвезены на склад комбината благоустройства для ответственного хранения. Все-таки это чужая собственность. Владельцы смогут их забрать, конечно, после уплаты штрафа. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видно этого.